Привет, Татьяна Юрьевна Бишба, дорогие друзья! Вообще авторская песня, как известно, началась у нас с разных и нескольких людей. Я хочу спеть песню, поскольку я все-таки военный. Человек, с которым началась военная авторская песня в нашей эпохе, в моей эпохе. Человек, который написал потрясающие совершенно вещи. Когда человек встречается с настоящим чем-то, с войной, например, где никто никого не жалеет, он понимает, что вот эта фигня, эта фигня. Остается очень немного, на самом деле. Нам повезло, что мы видели такого человека, который продолжает жить. И мы называем его честь нашу военную сцену на фестивале в Колонске. И Данилович Грандович, дед, который написал основные вещи, в котором мы сегодня едем, как по рельсам. И как все настоящее, конца и края этому нет. Я в весеннем лесу пил березовый сок, С ненаглядных пивуней в стаку ночевал, Что любил, потерял, что имел, не сберег. Был я смел и удачлив, но счастья не знал. И носил меня, как осенний листок. Я менял города, я менял имена, Надышался я пылью за морских дорог, Где не пахли цветы, не блестела луна. И Акутия Савор швырял в океан, Проклинал красоту островов и морей, И бразильских болот, Мамелиный туман и вино кабаков, И тоску лагерей. Зачеркнули всю жизнь, да сначала начать, Полететь к ненаглядной пивунье своей. Да вот только узнает ли Родина мать одного из пропащих Своих сыновей. Я в весеннем лесу, пил березовый сок, Я в весеннем лесу, пил березовый сок, Я в весеннем лесу. В России, в России солдат жилет в вечер. Мне посчастливилось, я откопал сам бойца, У которого был череп расколот, норик унипереломанный. И там каждый год под городом Зубцовым Люди выкапывают по 500, по 600 человек. Опознают только десятерых, двенадцать. Десять, пятнадцать человек. И когда я удержал это все, я не понимал, Что это такое, как это все произошло. А потом до меня зашло, что здесь мы будем жить вечно. Ребята, не важно фамилия, это все суета. Суета. После нас должны остаться дети, Должны остаться наши какие-то вещи настоящие. Настоящие. Не для того, чтобы прорекламировать носки или трусы. А настоящее что-то такое. Что-то пожизнило. Как говорится, по гаммуному счету. И поэтому Агранович – это как раз иллюстрация того, Что солдат в нашей стране. Поскольку у нас территория маленькая, а нас мало. Мы все солдаты в этой схватке с жизнью, С нашими партнерами, Которые что-то надо все время от нас. По-другому.